Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Я представляю вашу вниманию доклад по мероприятиям, извиняюсь, по оптимизации сроков оказания онкологической помощи, которую мы сделали на территории Томской области. Наш регион располагается на площади 314 квадратных километров, занимает, и население составляет чуть больше 1 миллиона человек. Особенности – это низкая плотность и трудная транспортная доступность. Существуют населенные пункты и отдельное муниципальное образование, где транспортная развязка у нас всего 3 месяца в году, когда есть зимник. Онкологическая служба представлена трехуровневой системой. Первый уровень – это 32 первичных онкологических кабинета. Второй уровень – это первичные онкологические отделения в количестве 9. Преимущественно они располагаются в районных медицинских больницах. И третий уровень – это специализированные… Так, не могу переключить. И третий уровень – это специализированные учреждения, оказывающие онкологическую помощь. Следующий. Два главных у нас главных учреждения профильных – это Томский областной онкологический диспансер и научно-исследовательский институт онкологии. И четыре вспомогательных учреждения, в которых тоже оказывается стационарная онкологическая помощь по разным видам опухоли. Вот шесть учреждений представлены на слайде. Мы, как и другие территории, в начале этого года приступили к реализации регионального сегмента федерального проекта национального здравоохранения по борьбе с онкологическими заболеваниями. Наши целевые индикаторы видны на слайде. Показатель смертности от злокачественных новообразований нам необходимо достигнуть к 2024 году 205,0 на 100 тысяч населения. Проблемы у себя на территории в оказании онкологической помощи мы разделили в четыре большие основные группы. Первая – это затянутые сроки выполнения необходимого перечня обследования пациенту по месту прикрепления. Это порядка 10-14 исследований, которые необходимо пациенту пройти до того, как он попадет к врачу-онкологу в специализированное учреждение. В связи с тем, что у всех разная запись и очередь на те или иные виды обследования и порой отсутствие каких-либо видов исследования на местах, это затягивается до 2,5-3 месяцев в среднем для того, чтобы пациент прошел необходимый перечень. Часто пациентам приходится ехать в областной центр для прохождения МРТ, компьютерной томографии и так далее. Второе – как следствие, длительные сроки прохождения и до верификации диагноза у нас уже в специализированных учреждениях. Поскольку актуальность некоторых исследований уже теряется из-за срока давности, наши доктора также переназначают и дублируют ряд исследований. Это еще 2-3 недели. Третья проблема – это следствие первых двух – это длительные сроки госпитализации в профильный стационар от момента подозрения на образование до момента начала специализированного лечения. И четвертая проблема – это нарушение преемственности между медицинскими организациями, специализированными учреждениями, как в ту, так и в другую сторону. Исходя из этих проблем, мы поставили перед собой две задачи. Первая – это снижение сроков обследования и начала специализированного лечения. И вторая – четкая организация преемственности между медицинскими организациями на всех этапах ведения пациента, на этапе диагностики и лечения. В связи с этим в начале года был издан целый ряд распоряжений и нормативных актов Департаментом здравоохранения, которые полностью изменили систему оказания онкопомощи в Томской области. Первое распоряжение касается изменения перечня необходимых исследований пациента по месту прикрепления. Из тех 10-14 исследований необходимых оставили только 2-3 обследования, которые должны минимально пройти у себя по месту жительства пациент, и после чего должен быть в течение 3-5 дней направлен к нам, к врачу-онкологу. Вот, как пример, слева было, справа стало. Больше трех видов обследования ни по одной нозологии у нас сейчас нет. Второе, совершенно новый документ был разработан у нас на территории и тоже принят Департаментом здравоохранения – это сигнальная карта пациента. Здесь указываются сведения о пациенте и вид опухоли, который подозревает врач-онколог на месте. Тот минимальный перечень, который необходимо пройти, указывается, прошел, не прошел. И данная карта направляется к нам в онкологический диспансер. Эта сигнальная карта также была еще и прописана в порядок оплаты в тарифное соглашение территориального фонда. Тем самым мы исключили временные потери пациента на хождение за направлением 057-й формы, унифицированный сбор подписей, печати. На сегодняшний день у нас на территории достаточно врачу-онкологу либо медицинской сестре заполнить данную сигнальную карту и направить в диспансер. Из первичных онкологических кабинетов сигнальной карты поступает к нам диспансер в единый центр мониторинга. Единый центр мониторинга – это также совершенно новое структурное подразделение, которое у нас создано. И его задача и функции – это информационное сопровождение пациента на всех этапах, от начала записи на диагностическом этапе и курация в период лечения, и запись на диспансерное наблюдение. Первое – у нас специалисты работают врачи-кураторы в центре мониторинга. И штат администраторов. Администраторы и врачи осуществляют обработку сигнальных карт и решают дальнейшую маршрутизацию пациента. Либо пациент сразу на дообследование и лечение идет в одно из шести специализированных учреждений, либо остается у нас в диспансере и его записывают на дообследование. Для себя мы установили срок 14 дней, в которые мы должны уложиться. И наши специалисты изучают глубину очереди. И если мы в две недели не укладываемся, то подключаем другие медицинские организации в части обследования. Также мы подключили и частный сектор, и компьютерную томографию, сцентиграфию, эндоскопическое обследование. У нас пациенты проходят на различных площадках, в том числе и в частных организациях. Также специалисты Центра мониторинга мониторят глубину очереди на госпитализацию. И для себя мы установили 10-дневный срок. Это время ожидания и подготовка пациента на госпитальный этап. Все, что свыше 10 дня, если мы понимаем, что мы не можем принять этого пациента, эти больные перенаправляются у нас на госпитализацию в другие учреждения специализированные. И четвертая группа специалистов у нас работают с пациентами после выписки и записывают их сразу на диспансерный учет через 3, 6 и 9 месяцев, составляя карту обследования для дальнейшей явки. Вот этот сервис мы тоже разработали самостоятельно. Он у нас не интегрирован в общую медицинскую информационную систему. И он в виде планшета имеется только у 6 участников, кто оказывает специализированную онкологическую помощь. Здесь мы утром видим на 8 утра выгрузку по койко-местам в круглосуточные дневные стационары. И также у нас есть амбулаторный блок здесь. Наши специалисты направляют пациента и всю информацию о нем в зависимости от вида локализации опухоли в то или иное учреждение. В течение двух часов мы ждем подтверждения либо отказа приемки нашего пациента к себе. Если есть отказ, обязательно поле, он должен быть заполнено, мотивированный отказ, по какой причине отказано. И дальше решается маршрутизация пациента к себе или в другие учреждения. Ну вот то, чего мы добились за 5 месяцев на сегодняшний день, это диагностика, диагностический этап. Мы укладываемся в 12-14 дней и начало специализированного лечения 22-25 дней. В прошлом году мы видим за аналогичный период полтора месяца был у нас средний срок диагностики. И вот до 90 дней доходило время от момента подозрения до начала госпитализации. Все, что свыше этих сроков, все истории пациентов у нас обрабатываются, изучаются комиссии. на предмет обоснованности затянутых сроков. Поскольку понятно, что всех 100% пациента мы в эти сроки уложить не можем по объективным причинам. Кто-то идет на сопутствующую терапию, у кого-то нет возможности приехать. Но причины полностью у нас обрабатываются. Мы понимаем, что существует объективность. Ну и сервисные услуги, которые были в этом году, тоже внедрены и созданы, как для доступности, так и для качества жизни пациентов. Было открыто на базе онкодиспансера «Единое окно медико-социальной экспертизы», где соблюден принцип «Единого окна». И полностью оформление пациента направления на экспертизу и для получения группы инвалидности оформляется теперь нашими специалистами. Не нужно возвращать пациентов на места, не нужно гонять на дополнительное обследование. Все проводим на своей площадке. Вот уже 124 выданных направления есть. Соответственно, стараемся быстрее придать статус льготной категории, чтобы пациент получал бесплатные лекарственные препараты и средства технической реабилитации. Второй – это кабинет реабилитации стомированного пациента. На сегодняшний день работают врач-хирург и врач-уролог. К концу года хотим охватить всех пациентов со всеми видами стом. Кабинет симптоматической терапии – самый наиболее популярный у наших пациентов. Здесь лечение всей сопутствующей патологии и осложнений химиотерапевтического лечения. Работают уже 4 врача-терапевта. И также возвращаем пациентов на специализированные виды лечения. И открыто на базе областной клинической больницы открыли мы на правах финансовой аренды пансионат, абсолютно бесплатный для жителей Томской области. Приезжают как для лечения на дневном стационаре, могут находиться там бесплатно, так и если они проходят диагностику, негде остановиться. Мы также предоставляем им жилье. Пансионат на 32 койко-место. Изменили график работы, подключили работу выходного дня. На этом все. Пользуюсь случаем. Хочу пригласить всех на съезд медицинских работников онкологической службы. Совместно проводим также с научным и исследовательским институтом онкологии. В декабре, 6 декабря у нас состоится пятый юбилейный съезд, аккредитованное по системе НМО мероприятие. Поэтому приглашаем всех добро пожаловать. У меня на этом все. Готово ответить на все вопросы. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, кто хотел бы задать вопросы? Пожалуйста. Огромное спасибо. Козлов Владимир Александрович, город Иваново, главный врач. Огромное спасибо за очень интересный доклад. Я бы сказал, даже за несколько такой альтернативный взгляд на те процессы, которые сейчас происходят. Все-таки мы говорим о том, что медицинская помощь должна приближаться непосредственно к населению, а вы ее централизацией занимаетесь. Я просто анализирую те процессы, которые, скажем так, наверное, десятка-полтора последних лет происходили в Ивановской области, когда постарались тоже централизовать полностью всю онкологическую службу на базе областного онкологического диспансера. И в районах, в общем-то, такие подходы, как дифференциальная диагностика и прочие какие-то скрининговые мероприятия, они, надо сказать, ушли очень-очень-очень на низкий уровень. Нам сейчас их приходится поднимать с самого начала. Вот занимаясь сейчас такой работой, вы не боитесь, не опасаетесь, что на местах доктора перестанут думать, перестанут заниматься дифференциальной диагностикой, утратят навыки, а тем более, что вот вы говорили, что есть те районы, где по зимнику фактически 3 месяца в году можно только добраться. Не получается ли так, что остальные, в общем-то, 9 месяцев пациенты в своей собственной, что называется, шкуре варятся и остаются без онкологического, так сказать, внимания? Спасибо. Спасибо за вопрос. Нет, не боимся. Мы уже проанализировали ситуацию. Мы понимаем то качество исследований, которые проходят на местах. Мы не забрали ни ультразвуковое исследование, ни эндоскопическое исследование. Это входит как раз вот в этот минимум, в перечень. Мы отказались от общих анализ крови, биохимии, дополнительно мотания пациента на МРТ, КТ в областные центры. То есть специализированные виды исследования, ультразвуковое, эндоскопия, колоноскопия осталось на местах. Материально-техническая база на местах неплохая, хорошая. У нас все районы достаточно хорошо оснащены. Специалисты на местах тоже хотят работать, просто так у них это не забрать. Но у нас есть четкое понимание, где этот пациент на сегодняшний день и как нам его передать. И те пациенты, которые находятся в удаленных районах, мы сейчас знаем, что они есть. Мы просто решаем по тактике уже на удаленном доступе. Если они, мы шли по оптимизации сроков, если они раньше крутились по 3, а то и по 6 месяцев у себя на местах, то, соответственно, сейчас уже при подозрении они могут начинать проходить у себя обследование, но информация об этих пациентах поступает к нам. Соответственно, мы у себя уже тоже быстро записываем и проводим дообследование и верификацию. Также к нам привозят материалы, мы также их смотрим, поскольку у нас гистология, она централизована у нас в учреждении. Материал берется на местах. Пока не боимся. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.